Девушки отдыхают И от вас его не получал Заводи Пропуск действителен для неограниченных вооруженных сил Их союзников русской освободительных отрядов Входя Пойдет Король, ну что ты там, скоро? Сейчас, сейчас Никто нас не сменит Все не могли Я вчера вечером И бабы при них Вот тебе и переп... Король Ты что, старшина, совсем свою совесть в шамскормит? А им она уже не понадобится С меня за тушенку никто не... Пашина! Первая линия на ТОКС Отставить Они прорвались Заедините место 3-й роты На связи Рубеж, огонь не открывает, много раненых Север! Симагина убили Ай, спасибо! Ай, молодец! Там, ползи! 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 Отходим! Связи нет. Рыми первую линию. Не работает. Кабель перебит. Уход. Живой, живой. Разрешите представиться. Обер-лейтенант Ганс Герхард Бансен. Субтитры создавал DimaTorzok Сто! Девяносто семь. Да что ж такое-то? Опять не совпали. Что ты ровешься все время? Давай еще раз. Раз, два, три. Не понимаю, что за спешка-то? Информации никакой. Задание ничего не понятно. Сейчас Григорий Иванович расскажет. Здравия желаю. Здравия желаю. Меня зовут Виктор Юрьевич. Узывной испанец. Полковник отдельной мост-стрелковой бригады НКВД. Эту операцию руковожу я. И солдаты офицеров, которые смогли уйти в горы севастопольских рубежей, сформировал партизанский отряд. Командовать будут майор Егупов и капитан Пондаренко. Займитесь грузом. Сейчас в отряде почтил лазарет. Доставите им медикаменты и взрывчатку. Итак, ваша задача. Ваш связной каждый день с 12 до 12.20 будет ждать вас у памятника затопленным кораблям. Пароль при встрече. Как странно, что памятник при бомбежках не пострадал. Ответ. Этот орел станет символом нашей победы. Теперь запомните объект, который надо уничтожить. Капитан первого ранга Иван Андреевич Александров. По сведениям особого отдела Черноморского флота, командовал важнейшим рубежом Севастополя и сдал его немцам. Предатели? По нашим сведениям, сейчас находятся в одном из немецких лагерей для пленных. Александров владелец секретной информации, которая к немцам попасть не должна. Ясно? Странно, получается. Предатели в лагере должны жить наоборот. К делу отношения не имеет. Главная задача его ликвидация. Так, карты, рейсмарки, документы офицеров, частей, расквартированных у Севастополя. Их постоянно передислоцируют. Если два дня назад я мог за них поручиться, то сейчас нет. Просто избегайте проверок. Командиром группы назначают филату. В вашей группе изменения летите вдвоем. А как же? А Григорий Иванович? У капитана Калтыгина будет другое задание. Объект уничтожить любой ценой. Так точно. Банзен должен признать, ваша идея пустить впереди себя пленных и на их плечах ворваться в расположение противника оказалась блестящей. И рыцарский крест вы заслужили по праву. Благодарю вас, майор Шефер. Хотелось бы развить и повторить вашу идею на Тамане. Босфор для нас по-прежнему закрыт турками и солидный морской десант невозможно. А воздушный обойдется огромными потерями, если только нужна как раз ваша тактика хроянского коня. А именно, ваши молодцы под видом красных приходят в порт на какой-нибудь русской посудине, уничтожают береговую артиллерию, зенитные точки, создают пластдарм и удерживают его до подхода наших основных сил. Для такой операции понадобится очень много пушечного мяса. Для этого мы поедем с вами в фильтрационные лагеря. Еще один транспорт? Да. Минирование подходов к порту произведено настолько хитроумно, ни с чем подобным мы не сталкивались. Так вот, обер-лейтенант, мы с вами поедем не только для вербовки, но и для выявления тех, кто причастен к установке этих ментов. Как думаешь, что с Григорием Ивановичем? Другое задание. Сам в это веришь? Высадка через пять минут. Засекли. Плохо дело. Идем на разворот. Какая высота? Тысяча двести затеряем. Будем прыгать. Да мы же давай. Какой прыгать? Вы что, с ума сошли? Обалдел, что ли, Филатов? Помогите с грузом. Нас либо в воздухе подстрелят, либо мы от скалы разобьемся. Мы прыгаем. Ты ненормальный командир. Поблика подобрекать! Давай! Давайте за нами! Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 О, Филатов А что ты свой командный голос-то потерял? Тише ты, лапчуры рядом нет? Нет, все разбежались от твоего вида Груз засек? Да, четыре мешка можно брать Один в пропасть свалился Красиво завис Долго можешь припас? Давай, снимай меня Слушаюсь, товарищ командир Ролайн Шмидт, я уже привык к вашей безупречной и безошибочной работе Простите, но в данных обстоятельствах мы должны держать наши отношения в тайне Надеюсь, скоро война кончится Я всегда чувствовала вашу заботу Кроме того, я сама хотела сюда приехать Надеюсь, что когда-нибудь мы вернемся в Германию Вместе Вы услышите музыку, и это будет знаком для вас Подождите здесь Капитан Порто Бисинг На каком основании вы производите расстрел пленных? У меня приказ майора Шефера По всем вопросам обращайтесь к нему Я обращусь Ну что ж Продолжим Пока каждого из вас не прикончим Ты! Не стреляйте, не стреляйте Скажу Капитан первого районга Александров По лицу его знаешь Стаси, поверьте Лен, иди сюда Че? Глянь, видишь Сдувает Че, скоро знаю? Похоже на то Есть, Лас Броди большой Я прорезу А вот ты в ряд Иди давай, под ноги смотри Винтовку не забудь, командир Черт За мной Ну что там Вроде чисто Путь свободен Так Мы Вот здесь похоже Лагерь здесь Так Километров десять Ну думаю Часа за три дотопаем Вперед По себе-то не ровняй Слушайте, наш тяжелый транспорт не может пройти из-за мин Все грузы доставляются в порт только маломерными судами Да, капитан Не сейчас Я могу отойти? Через двадцать минут встречаемся на обед Ни на сорок, ни тридцать процентов Пока бухты не разминируют, мы ничего не можем планировать Вы меня слышите? Мы ничего не можем сделать До лагеря километра четыре осталось На встречу со связным Сегодня уже опоздали Да нет, я не могу понять У этого лагеря что, вообще Боевого охранения нет? Как нет? Зачем это вы, товарищ, чужую вещь без спроса взяли? А ты кто такой? Я? Ну, король, если интересно Король английский? Низка берете С Одессы Чего ж ты, одесский король, в карауле-то спишь? Шо это я сплю? Я вас еще внизу приметил Думаю, ну, подремлю, пока подымутся Потом пароль спрошу Оригинальный способ пароль спрашивать Такой с перепад-вы подвертым Ты сам-то его знаешь? Да я-то знаю Только я первый спросил Сверистель? Ответ Так это вы оттуда, сверху? Мы же всю ночь костры жгли К рандеву готовились Ответ Вы же четверо должны были Ответ Да что ты заладил? Ответ, ответ Ну, заспал я ответ Я вот тоже хочу спросить А что вы запоздали? Лень, хорош, ну, ты же видишь Лопух с лопухом Шо? А вот за такие слова можно и ответить А, вспомнил? Иволга? Чего ты решь-то? Вспомнил, вспомнил С испугу Давай в лагерь веди Товарищи, я вот про боевое оружие свое хотел спросить Вот если вы мою винтовку понесете Хлопцы же не поверят, что я вас задержал Вон наглая Ха На, держи Лучше скажи Будут еще такие Боевые охранения Конечно, будут Просто меня, как самого надежного, вперед послали Король А ты, случайно, не из Севастопольского окружения? А? Не А шо? Тогда не шо Туфельки почистить? Туфельки Держи Донька, Донька Спасибо, спасибо Без взрывчатки мы пока обойдемся А вот медикаментов нет А у меня люди мрут Координаты пещеры и карту минирования мы оставили Ночью тюки заберете Вопрос, кто забирать будет У меня в отряде целых-то осталось Раз-два и обчелся Полным-полно раненых Все из окружения уходили Не отряд А лазарет Лида Вот, принимай О, спасибо, как хорошо Вот, ребятам спасибо Я смотрю, не совсем лазарет А, это мы в разведку ходили Двух фрицев приметили На мотоцикле загорали Ну и Теперь будет С чем вылазки в тыл врага делать Рации у вас есть? Я так этих командиров ждал Я по военной специальности Связисты Я в диверсионной деятельности Ничего не понимаю А вот, познакомьтесь Это мой комиссар Бойца хоронили Отравленный номер Здравия желаю Здравия желаю Капитан Сидых Лейтенант Игонин Лейтенант Богданов И что теперь? Лейтенанты нами командовать будут? Да нет, они по другому заданию А наши с самолетом разбились Какое задание? Специальное задание Комиссару не положено знать Тогда от нас помощи сильные Не ждите, раз специальное Игнат, пойдем за следующим У комиссара вся рота полегла Втроем вышли Вам в Москве легко приказы отдавать А нам с этим что делать? Вы вот этого человека знаете? Капитан первого ранга Александров Он самый Шифровка на него была И окруженцы должны знать его лично Нам еще утюг Чего? Форму немецкую погладите Ну пойдемте Зоинька Да, Константин Павлович У нас утюг есть? Нет Вот рубель только Рубель? Держите Мы им белье гладим Вы хотели шифровку отправить? Вот знакомьтесь Здрасте Ведсестра, радистка, повар Зоя А я сейчас со стиркой закончу И освобожусь Да, мы вам там запасную батарею привезли Вот спасибо А то старый совсем уже на ладан дышит Да Товарищ командир Последняя просьба к вам Ну? Я понимаю Вы нам конечно людей дать не можете Но один человек, хорошо знающий местность Нам просто позарез Семен Семен Подойди Вот знакомьтесь Семен Король До войны в геологической партии Пол Крыма облазил Боец знатный Хотя трепач Ну все Теперь за исход операции я спокоен Ошибочные рекомендации Это вам точно говорю Наша Зоенька не просто радистка Наша Зоенька с лица красива Правда, лейтенант? У вас все готово? Да Держите Я гляжу Ты с нашей радистки-то сомлел Совсем, а лейтенант? Ну что, хочешь сказать, не так? Ты главное не тушуй Клиния там подбивает Вот мое сердце Наша врач Лида Давно зазанозила Смелая ваша Зоя Одна в горы ходит Лидочка Представляете, цветочек нашел Живой Товарищ Камрик Шифровка из Крыма Только людей забубили И самолет Вы свободны Кто-нибудь знает этого человека? Это капитан первого ранга Александров Знает его кто-нибудь? Нет? Не знаете? Ну я знаю Я знаю Вадя знает Он у нас на рубеже за минные поля отвечал Король, ты же говорил, что не было в окружении Ну не был Вы у меня за пароль как пытали А шо мне за окружение-то было? Где он сейчас? Да пиши, его знает Ну опознать сможешь? Могу Вы говорили, что здесь в округе много немецких лагерей Где он сейчас может быть? Надо подумать Товарищ командир Так наверняка на каменолом Возле рубежа Немчура народ экономный А он машиной просто так гонять не будет Возможно Нам надо разделиться Согласен Пойдем, Могнат Товарищ лейтенант Король, там у Звара Шиповника на кухне остался Товарищ лейтенант Не надо меня за фраера держать Если вам посовещаться на верхах надо Так и скажите Я в Севастополь к Связному Я думаю, надо в лагерь разделиться Ты один отработаешь, я другой Где у нас гарантия, что он там? У нас нет таких гарантий Согласен Как доберешься? Есть одна мысль Сень Иди сюда Шо, посовещались? Что случилось? Командир Да вот еду в Севастополь Перед выездом мотоцикла Всегда надо проверять Среди нас, к сожалению, механика нет Если хотите, можем вас подвезти Даже не знаю А с этим-то что делать? Оставьте здесь Мы обогнали грузовик солдатами Они наверняка его подхватят с собой Ну хорошо Слышишь, рядовой? Когда закончишь ремонт Немедленно возвращайся в гараж Понятно? В часть Он что, немой? Контуженный Еще и абсолютный болван Удивляюсь, как таких берут в жандармерию Пацан Немецкий Коляску, живо Лиза Скажи доктору Краузу, что... Классно хочешь пройти? Марго, давай будем говорить по-русски Хорошо Передай ему, что его заявка на медикаменты Будет полностью выполнена Но в течение недели А пока так Я думаю, скоро все наладится Мы же немцы Как у тебя с фрау Альтман? Она строгая Я помогаю ей с бумагами Она сказала, что я слишком худая И назначила мне док питания Я правда худая? Спасибо, гер-капитан Устроил тебя в пенсион Ой, это же Гольпенбе Мои любимые Лиза, прости У меня только одно Я хотела его отдать Тому голодному мальчику Секундочку Тебе пора Обед кончается Лиза Ешь все И горячее тоже Спасибо, спасибо Боже мой Простите, что я вас напугал, Фройлен Зачем вы мальчишку? Мы живем по законам военного времени Любое преступление смерти Что он у вас украл? Нет Нет Ничего Пойдем отсюда скорее Пойдем отсюда До свидания Смотрите, Фройлен Странно, что память при бомбежках не пострадала Не знаете почему? Этот орел станет символом нашей победы Это ваша сестра? Да Бедная Похоже, она никогда не видела ужас в войне Слава богу, что не видела Пантонная 1910 Ключ над дверью Я буду вечером А сейчас мне пора в порт Пулемет оставь Показывай Туда Пошли Тихо Вышка Давай, давай, давай Пошли Крити А главное, выглядели Они как наши, советские Ну и начали они нас резать, стрелять Человек всем выжило А командовал им лейтенант И тоже типа советский Троянский конь Да не, не троянский По-немецки падла балакал Может приметы какие особые, Александрова? Да какие там приметы? Гнида, он и есть гнида Ну, пожилой При Колчаке, говорят, служил Седой? Да глянь, они там все седые Меловой карьер Вот перебраться бы поближе куда-нибудь Ближе Пулемет Нам бы на ту сторону Ладно Если сзади не появится Ночью вниз пойду Ты шо, самоубивец? Вниз под пулеметы? Ты в Крыму давно? С пятнадцати лет Я же до войны мотористом был Ничего, сейчас он Гансов как гнид подавим Снова в море пойду На большой лайнер Буду океаны бороздить Как этот Ну, который Америку открыл А Колумб к тебе приписал Америка Веспуччи А ты сам Откуда Тебе этого Синя Знать не положено А, вон она шоу Забегали С чего это? Давай вниз Самое время Пока их начальство отвлекает Всех поставить в ряд Построиться Встать Задницу прижми Господа офицеры И солдаты Германское командование Готово великодушно простить вам Что вы сражались Против Великой Германии Поверьте Мы немцы умеем искренне прощать И проявлять милосердие К поверженному врагу Я не буду ходить вокруг долга Предлагаю всем добровольцам Кто хочет выбраться из этого ада И начать новую жизнь На, смотри Вступить в ряды моего батальона Это он Так это же тот лейтенант Который немецкой атакой руководил Давай эту гниду прикончим Ищи Александрова Он Главный Винер Вон Александров Видишь Вижу Это ты, сынок Простите, товарищ капитан Кто стрелял? Черт Откуда выстрел? Есть Уходим Огонь Огонь Пулеметчиком надо отвлечь Ну че сидишь, беги Живей, живей Давай Давай Туля О escriи Стран πεри Кого? Огонь 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сам справлюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сам. Идемте. Доктор, быстрее. Быстрее. Как вы думаете, он выживет? Нужно максимально быстро извлечь пуля. Доктор, мне необходимо его сегодня вечером допросить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделаем все, что возможно. Везите срочно в операционную. Я вас покину. Банзен, займитесь охраной госпиталя по периметру и патрулированием всего объекта. Хорошо. Оба выстрелы были предназначены не нам с вами, а именно этому Александрову. Точные выстрелы метров с двухсот. Стрелял опытный стрелок. То, что Александров жив, большое везение. Да, я тоже об этом подумал. Узнаете, удалось ли взять этого стрелка. Я бы хотел поговорить с ним. Низкое кривяное давление. Сестра, зажим. Большая потеря крови. Рана обеззаражена. Лиза, щуп. Откройте рану. Удерживайте. Готовимся к операции. Переливание в первую очередь. Кости не задеты. Поражение мягких тканей. Нам нужен пенициллин, иначе мы его потеряем. Лиза, немедленно возьмите госпитальную машину и вход за медикаментами. Скорее. Лиза, поторопитесь. Хорошо. Перекрыть периметр. Особое внимание на операционный корпус. Бегом. Лейтенант, как думаешь, раненых всех сразу эвакуируют? Или по частям? Король, это что? Планируешь? Да нет. Ты ничего дурного не подумай. Просто я хочу, чтобы моего братика первого отправили. А Вадика не смышленышем меня. Его немец на нож одел. А вот теперь животик гниет. Шо? Черт. КОНЕЦ КОНЕЦ Я теперь тебя бояться буду. Ты слушай мне, черт. Черт, черт. Вернемся, я тебе к медали представлю. А Лиду можно? КОНЕЦ КОНЕЦ Постарайтесь, пожалуйста, не отсвечивать в окнах. Патруль имеет право досмотреть любые квартиры, даже те, где живут немцы. На улице было пусто. Так, давайте мы сразу с вами перейдем к делу, потому что мне еще сегодня в отряд возвращаться. Скоро комендантский час. Запрещены любые передвижения по городу. У вас надежные документы? Не увидим. Тогда останетесь ночевать здесь. Утром я вывезу вас из города на служебной машине. Дайте мне, пожалуйста, пару минут. Сами накройте на стол, хорошо? Угу. Откуда у вас машина? Я работаю личным помощником начальника порта. По должности ему положена машина. И настоящие документы. А вы привезли рацию? Да, привезли, мы вам ее доставим. Очень вовремя. Связь через партизан каждый раз – это большой риск. Идите в ту комнату. Пожалуйста, мне звука. Марго, я всего на минуту взять сменную одежду. У нас в санаторий усилили режим. Лиза, Лиза, подожди. Лиза, я не одна. Да, а кто у нас? Ну что же. О, Гюндер Бремер. Лиза. Лиза, я сестра Марго. Простите, что помешала. Я сейчас все объясню. Позвольте я сам объясню. Видите ли, Фройлен, я приехал в порт принимать должность. А поскольку найти жилье в этой разрухе довольно трудно... Марго предложила вам мою комнату? Да. У тебя все равно не бывает неделями. Ты права. А сейчас вообще не знаю, когда вернусь. Лиза, что за усиление режима? Абвер привез какого-то раненого русского моряка. Доктор Крауза его оперирует. Я была в порту, забрала лекарство. Но я думаю, они этому русскому не понадобятся. Он уже там, на небесах. Смотрю, тут пергарой. Садись, поешь, ты же голодная. О, Марго, некогда. Меня ждет машина. Надо срочно привезти антибиотик. А этот квартиросъемщик очень даже ничего. Лиза, говори по-немецки. Неутопно. Таким удовольствием я тоже повалялся в госпитале неделю-другую. Ну вот. Могу. Рада была познакомиться с вами, господин Брэмер. В полу моей комнаты живет мышь. Не пугайтесь. Угощу вашу мышь сыром. Не волнуйтесь за ней, фройли. Я надеюсь, еще увидимся. Вы знаете этого человека? Нет. Это капитан первого ранга Александров. Он руководил установкой минных лодцев в бухтах Севастополя. Два немецких транспорта уже взорвались. Проходит разгружаться только маломерные суда. Заеста его работы. Он предатель. Приказано его уничтожить. Может быть, вы ошибаетесь, Гюнтер. Хотя бы приказы не обсуждаются. Я принесу вам постель. А у вас есть дети? Я на буфете видел детские игрушки. Здесь жила одна диригентная еврейская семья. Их расстреляли прямо во дворе. Девочка. Мама держала за руку. И два мальчика. Один заикался. В Севастополе всех евреев расстреляли в первые три дня. Эти игрушки просто должны остаться здесь. Он может говорить? Говорить, если не умрет в ближайшие три часа. Послали за пенициллином. У него заражение кровью и агония к тому же. Банзен? Партизан так и не взяли. Плохо, обер-лейтенант. Очень плохо. Надо провести карательную операцию и покончить с этим партизанским гнездом. Герр Крауза, оставьте нас наедине. Калибр 7,92. Думаю, это дело рапснайпера. Вы говорите, выстрел был метров с двухсот? С такого расстояния без оптики ничего не увидишь. Стрелял профессионал. Знаете, что я думаю? Свои же и хотели его убрать. Нельзя допустить, чтобы Александров умер. У него в голове важная информация. Полагается, сбиты русский самолет. И этот выстрел связан? Я этого не знаю. Но соедините место падения русского самолета, место выстрела в него и квадрат выхода на связь с новым шифром. Тогда получите зону поиска диверсантов, а возможно и партизан. Капитин Александров. Капитин Александров. Черт возьми. Здорово, хлопцы. Главное, главное Вадика Луховицкая первым рейсом отправить. Да и твоего героя лично в госпиталь доставлю. Ну что? Товарищ командир, вот этот товарищ с первого выстрела. Зато не в бровь, а в глаз. Бац, и нету гнида Александрова. Ну прям как тот ювелир золотого моста. Сейчас шифровку в штаб дадим о ликвидации. И считайте через сутки эвакуации. Вот это вы, ребятки, молодцы. Вот это новость для всего отряда. А там у нас 57 душ, 23 из них лежачих. Молодцы. А товарищ ваш где? Он что, не вернулся? Нет, вы как вместе ушли, так его и не было. Странно. Тихо. Лидочка, медуница и корень солодки, как ли... Молодец, король. Ими травами не обойдемся. Антисептики нужны. Завтра к нашим поедете на Большую Землю. Мы с лейтенантом задание выполнили. Вот вас завтра и заберут. Не трепещение. Или правда? Лидочка, вы определенно можете мне верить. Сенечка, исчезни, а то у Вадика твоего сейчас шоп неровный будет. Сенечка, что ты брешешь под руку? Все, молчу, молчу. Вы уверены? Сделайте, наконец, это Крауза. Просто сделайте. Если он умрет, это будет ваша вина. Что он говорит? Что он сказал? Дайте кого-то, кто понимает русский. Лиза, ты же знаешь русский. Вы понимаете, что он говорит? Господин полковник, это бессмыслится. Он вредит. Хорошо, тогда возьмите ручку и записывайте каждое слово. Не давайте ему спать. Мне нужно каждое слово. Я принесу вас. Это не будет священник. Это мои, мои, мои друзья. Что он сказал? Что он говорит? Зоя, а вы не боитесь одна? Боюсь, конечно. Задание выполнено. Объект уничтожен. Запрашиваем эвакуацию. У вас совсем нет акцента. Вы немец? Нет. Какое у вас настоящее имя? Марго, мое настоящее имя. А как с сестрой так получилось? Наших родителей готовили к заброске в Германию в 30-х годах. В 31-м отправили. Лиза была еще совсем ребенком. Как ей это объяснишь? Ну, мама с папой сделали все, чтобы она ничего не удала. Отдали ее в обычную школу. А вы? Это же он выше живет, мой начальник. Так что теперь лучше говорить тихо. А вы? Меня отдали в военную школу к Ликс-Марине. А когда началась война, меня отправили в подчинение капитану. Но мне удалось сделать так, чтобы нас с Лизой прикомментировали сюда вдвоем, как сестер. Родители живы? Надеюсь, живы. Они в Германии. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Мы выйдем не позже с шести утра. Мой начальник будет еще спать. И детей у меня нет. Гутенахт. Я просто у нее спрошу, видела ли я на этого человека. Возникнут никаких вопросов. И за настоящий фольксдойча. Но меня она не выдаст. Она мне верит. Если у вас такие взаимоотношения, никогда не было мыслей все рассказать? Я высажу вас за несколько километров. Сверху вы сможете сделать план госпиталя. Сверху вы сможете сделать план госпиталя. Нужно привыкать к чрезмерным нагрузкам. Боль, усталость, все надо преодолеть. И то, что раньше вам казалось невыполнимым, со временем станет простым и легким, как дважды два. Прыгай, Кривайчук. Страх надо преодолеть. Ну, давай, пошел! Немцы воюют на чужой территории. За чужие интересы. А мы с вами. За любимую родину. За собственную свободу. Что он? Ничего. Он же немец. Ну, он вроде как свой. Давай. Вставай, вставай! Давай иди! Давай, давай! Давай, работай! Давай! Давай! Пошел! Пошел! Банзен! Чем порадуете? Мы прочесали обозначенный район. Следов партизан не обнаружили. Затем мы снова перехватили шифровку с новым кодом. Но местопередачу засечь не удалось. Да, еще в этом же районе нашли в расщилинах грузы, тюки с медикаментами. Все сходится. Удвойте количество людей. Проверяйте дороги. Отрежьте партизан от воды. Без нее в горах они не усидят. Это понятно? Взрывайте колодцы. Подкупите местных жителей. Обещайте жизнь в обмен на информацию о партизанах. Предлагаю мое подразделение отправить в усиление Кигирем. Вы можете это сделать и по телефону. Нам нужно поехать в санаторий. Надеюсь, нам удастся допросить этого Александрова. Нам обязательно надо заставить его говорить. Надеюсь, он еще жив. Я себе привезла поесть. О, спасибо. Ты приехала только ради меня или что-то случилось? Ну, что могло случиться? Мне необходимо согласовать с доктором Краузе список необходимых лекарств для русского офицера. Как он там? Еще жив? Конечно, жив. Я с ним всю ночь просидела. А как там наш квартирант? Спал как убитый. И мышей он не боится. Вы к кому? Господин Ефрейтер, это Маргарита Шмидт. Она с поручением от капитана Порта к доктору Краузе. Фрау Шмидт, пополковник Краузе должен сам встретить вас. Минуту. Фрау Шмидт, проходите в мой кабинет. Я сейчас закончу и подойду к вам. Йенс, пропустите ее. Фрау Шмидт, проходите в мой кабинет. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фройлейн, что случилось? Вы меня слышите? Доктор! Доктор! Нам нужна помощь! Лиза, не волнуйтесь. Думаю, это обычный обморок. У вашей сестры есть хронические заболевания? Абсолютно здорова. Я ничего не замечала. Фрау Альтман, принесите мне, пожалуйста, инъекцию кофеина. Хорошо. Что-то вы тоже неважно выглядите. Вы вообще спали сегодня ночью, Лиза? Я совсем не спала. Этот русский несколько раз за ночь приходил с себя. Ничего член раздельного не сказал. Иначе я бы вас позвала немедленно. Подержите. Сейчас. Ну вот и все. Она приходит в себя. Фрау Альтман, продолжите осмотр, когда она полностью придет в себя. Хорошо? Не беспокойтесь, Герк Раузе. Ну, как дела? Фрау, я поухаживаю. Лиза. Лиза. Я в порядке. Охрана. Охрана. Не бейте. Отставить. Отставить. Что случилось? Что произошло, доктор? Что случилось? Свяжите его. Я позвоню шеферу. Он может проводить допрос. Он без сознания. Лиза. Принесите ремни. Спасибо. Ну что? Это он. Я видела его своими глазами. Он лежит в отдельной палате оперблока. У дверей стоит охрана. Это единственная дверь, которая охраняется. Уведомление о прибытии. Да. Каждый день из штаба фронта к нам поступают данные об офицерах, которые прибудут к нам на долечивание. Мы эти данные передаем в госпиталь. Мина, диагнозы, время прибытия. А когда привозят эти уведомления? Я подделаю документы, и по ним вы пойдете в госпиталь. Это очень опасно. Александрова могут вывезти в любой момент. Он уже пришел в себя. Напал на хирурга. Думаю, что счет идет на часы. Вам нужно успеть сегодня захватить медицинскую машину, в которую повезут больных. Обычно она приходит за час до отбоя. Эта дорога единственная, они поедут здесь. Я понял. Тогда поехали. Никуда ехать не надо. Отсюда. Три километра в горы, и вы упретесь в партизанский дозор. Бинокль, как ваше настоящее имя? Гюнтер. Гюнтер Бреймер. Очень хорошо, что вы так быстро пришли в себя. Хорошо. Откуда это у вас? Это мы взяли из вашей севастопольской квартиры. Вы говорите по-немецки. Зачем мне сделали операцию? Что вам нужно? Адмирал Колчак. Мастер минного дела. Ваш учитель? Он ведь враг советской власти. Новые славные офицеры остались в верной родине при новой власти. Какая чушь? Нет. Александров, нам нужно знать, как вы заминировали бухты Севастополя. С какой стати вы решили, что я пойду на сотрудничество? Вы искупите вину перед павшими под Севастополем. Перед брошенными вашими генералами и офицерами, солдатами и моряками. Теперь только от вас. Все зависит. Что это? Это согласие на ваше сотрудничество с нами. Я надеюсь, вы его подпишите. Это ваш сын? Это бессмысленные жертвы. Возвращаться вам никуда. Советы подозревают вас в сговоре с нами. Так бывает. Подразделение Бранденбург блестящим образом обмануло вас и ваших солдат. Вас стреляли ваши же партизаны. Для Советского Союза вы предатель. Выхода нет. Вы же предатель. Частями носить будем. Сюда, сюда, сюда. Точку эвакуации определят. Сразу же маршрут простроим и пойдем. Это же сколько раз сходить надо. А сколько это рыба столько и ходить будет. Раз стемнело, ходи смело. А если немца по дороге встретить? Как с носилками? Балик, самое главное не дрейфь. Как оно должно быть, так оно и было здесь. Да, Ледочка? Угу. Ну, как тебе? О, начальник второй вернулся. Ну-ка, пойдем, узнаем. Ну, что там? Ну, хорошо. А что происходит? Куда все собираются-то? Мы ждем координаты эвакуации. А ты где был? Александров жив. Вчера Александров был мной обнаружен. В лагере военнопленных уничтожен. Ты промахнулся, командир. Я видел, попадание было. Я же не слепой. Он раненый в немецком госпитале. Информация точная от нашего Связного. Говорит, его сегодня ночью прооперировали. А, черт. Смотришь, как его будет охранять теперь. Пойдем. Ну, есть план. Сеня, иди сюда. Сядь. Знаешь, как к этой дороге пойти? Ну, как ее не знать, ежели она одна? Я, когда войны еще не было, там такую красотку встретил. Потом расскажешь. А, ну, что? Ну, спрашиваете вопрос, что ли? Как туда попасть быстро? Что, сильно надо? Сень. Ну, по скалам. Два часа и мы на танцах. Нам люди нужны. Мы двоим не справимся. Ну, такого добра у меня нет. А что за танцы? Так. Константин Павлович, эвакуацию надо отложить. Александров жив. Он у немцев в госпитале. Да, и нам люди нужны, чтобы задание выполнить. Нет, ребята. Сначала эвакуация. Правильно, Константин Павлович. Это как задержать? Люди умрут. Давайте раненых выведем, потом достреляем вашего этого Александрова. Константин Павлович. Эвакуация через 34 часа в квадрате 13-24. Там, в двух километрах от берега, будет корабль. Вот тебе бабушка Юрьева день. Обернуться успеете? Так точно. Настоящему уведомляю, что в госпитале войсковая часть номер 42-13-72 направляются на долечье у меня следующие офицеры вермахта. Гюнтер Брэммер, Гаутман, 49-й горно-стрелковой дивизии. Диагноз – почечное воспаление в результате переохлаждения. Рудольф Гирш, обер-лейтенант 132-й пехотной дивизии. Диагноз – расстройство речевого аппарата вследствие закрытой черепно-мозговой травмы. Диагноз – расстройство речевого аппарата Добрый день, фролиншмидт. Вас не было полдня. Где вы были? Господин капитан, я все утро прождала доктора Крауза. Операции идут одна за другой. Вот от него запрос на срочную доставку лекарства. Ваша сестра Лиза вчера забирала медикаменты. Скажите, вы чем-то взволнованы, мне кажется? Нет. Нет. Вам показалось. Возможно ли оформить машину для отправки? Подготовьте необходимые бумаги. Составьте мне приказ о формировании груза и отправляйте. Благодарю вас, господин Миссинг. Я, закончив все дела вечером, доставлю груз в госпиталь. Прошу вас закончить дела до наступления темноты. Я бы мог вам составить компанию по дороге в госпиталь. Спасибо. Думаете, это хорошая идея, если нас увидят вместе? Постарайтесь тогда не поздно вернуться. Смерть протягивает к тебе руки. Подумай о своей семье. Сдавайся в плен. Луховицкий, руки к тебе сейчас протягиваю только я. Семьи у тебя нет. А в плен ты никогда не сдашься, потому что вы с королем геройские ребята. Господи, что ж ты такой невезучий, Вадик? Я уж думала, оно затягивать стало, оно как расцвело. Тяня, больно? Сейчас. Рану промоем, снова шалфейм заложу. Уже промывали. Все, но гниет. Были бы хоть какие-то таблетки. Таблетки, может быть, достанем. Мы собрались в немецкий госпиталь эту Лярву Александрову добить. Вот там я и. Так вы же вчера Александрову уложили. Но не попал мой стрелок. Два раза, но не попал. Лидочка, это только военная тайна. Ну, про промах. Я могу рассчитывать на вас. Чем королу мучал, король? Пока лейтенанты задание не выполнит, никто нас отсюда не заберет. Вадик, всех заберут. Терпи. Уже приказ из Москвы. Только никому. Все. Сдохну я тут. Вадик, ну что трескаешь? Я тебе сказал, приказ уже есть. После цавка морем. И Лидочка с тобой. А что ты за меня решаешь, король? Эй, куда не поеду, фельдшер в отряде всегда нужен. А ты, главное, не боись. Вон, с лейтенантами поедешь. Я уже договорился. Ты знаешь, как они меня уважают? Так что тебя санитарочки еще густым киселем будут из ложечки кормить. Да брешешь ты все селем. Король, все ждут. Все особое приглашение. Да иду я. Одевайся. Давай, давай. Жить будешь. Одевайся. Товарищи, нашим гостям нужна помощь. Кто может с нами на задание пойти? Я. Добро. Через 10 минут выдвигаемся. Пойдем собираться. Пойдем раненых проверить. Помните, я вам бесил прогулку романтическую по горам. Вот сейчас самое время. Пойдемте. Не было больше. Мы с королем тоже добровольцы. Куда? Я точно да, мы точно нет. А кто раненых солдат штопать будет? Так эвакуация же. Кого штопать? Разве что язык тебе синий к небу пришить. Смешно. Лида, а вы умеете бинтовать на немецкий манер? Так один манер, были бы их не бинты. Бинты будут. Хорошо. Людей загоним. Знаю. Но если немцы успеют проехать до шести, все бессмысленно. Надо успеть. Ну-ка, ребят, давай, подложим. Давай, давай, давай. Давай. Лидочка, давай я с командиром поговорю. Поедешь на Большую землю с ранеными. А что ты ко мне все не привязался, как банный лист? Знаете что, Лида? Погоди, капитан. Место какое-то. Засаду удобно. Может, обойдем? Сейчас потеряем, как минимум. Лидочка, давайте я первый поеду. Не так страшно будет. Синя, отцепись ты. Лидочка, не так страшно. Лидочка, не так страшно. Лидочка, не так страшно. Нельзя так просто убирать. У нас задание. Погоди. Давай, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! Стой! Не стрелять! Засада! Партизаны, засада! Стойте! Не стреляй! Партизаны! Уйдите с дороги! Не двигаться! Со стекол не стреляй! Господа, офицеры, выходим по одному, с высоко поднятыми руками над головой. Быстрее! На выход! Быстрее! Ныряв! Пошел! Отведи их куда-нибудь. Подальше. Тишка! Отлично! Ну что, у меня вторая степень контузии, вообще молчать буду, чтобы акцент не выдать. У меня, а у меня почки. Переохлаждение. За лиду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Ты сегодня дежуришь? Нет, фра Вальтман назначила другую медсестру. Тогда, может быть, тебя отпустят домой? Нет, ты же видишь. А если я попрошу? Ты и фра Вальтман не знаешь. Она не меняет приказов, что бы ни случилось. Тем более у тебя там... Гюнтер? Он переехал в казарму, так что роман не случился. Фролин Шмидт! Я не могла вас нигде найти. Прошу прощения, фра Вальтман. Это я отвлекла лискина отработать. Дидите внутрь. Мы сверяли номера ящиков с накладной. А что это за папка? Дайте посмотрим. Я передам это дальше доктору Краузе. Спасибо вам за груз, Марго. Думаю, на несколько дней медикаментов должно хватить. Надеюсь, скоро минную блокаду снимут и все наладится. Хотя лишний раз увидеть Лизу для меня радость. Марго, я не могу отпустить Лизу домой. Она владеет русским языком, и это нужны нашей разведке. Думаю, что Лисхин станет прекрасной медсестрой под вашим руководством. Если хотите, я оставлю вас переночевать в госпитале. А утром вернетесь в порт. Вместе с Лизой? Не могу обещать. Герр Гауптман, ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста. Почему так долго? Мотоцикл сопровождения поломался. Километров в десяти отсюда. Они ремонтируются на месте. Вызвать техничку? Они сказали, что справятся сами. Будут ждать водителя на обратном пути. Впредь, Герр Гауптман, никогда так не делайте. Это слишком опасно. Вы же знаете, в горах полно партизан. Угораздил же вас, Рудольф. Извините, я принимаю только по одному пациенту. Мы вместе были в полевом госпитале. Я все могу за обер-лейтенанту рассказать. Хорошо. Оставайтесь. Итак, посмотрите сюда. Понятно. Откройте рот широко. Больно, да? Хорошо. Это его карта? Контузия второй степени тяжести. Голова часто кружится? По мраке? Да вроде не замечал такого. Но слышите меня хорошо, отчетливо. Звуки не двоятся. Хорошо. Ну что же, господа, обещаю, после нашего лечения все ваши проблемы с контузией сойдут на нет. А с вами, господин Бреннер, начнем курс лечения пиелонефрита прямо с завтрашнего утра. Спасибо. Но есть два важных условия. Дисциплина и режим. И никакого алкоголя. А то отправитесь на гауптвахту. Мы с эбролейтенантом сюда не за этим приехали. Надеюсь на это. Сейчас в палату и потом на ужин. Фрау Альтман вас проводит. Господа, пойдемте. К сожалению, у меня есть свободные места, только в оранжерее. Господа офицеры, вот ваша палата. Гюнтер Бремер. Рудольф Гирш. Гюнтер, вот ваша постель. Рудольф, вы можете расположиться. Спасибо. Спасибо. Отдыхайте. Гюнтер Бремер. Гаупман, 49-й, горнострелковый. А это лейтенант Рудольф Гирш, 132-я пехотная. Он хотел сказать, что рад всех приветствовать. Генрих Кугель. Гюнтер Бремер. Такое часто бывает. Я знаю несколько случаев. О, в нашем полку прибыло. Это же просто замечательно. Гюнтер Бремер. Гюнтер Бремер, 49-я, горнострелковая. А это лейтенант Рудольф Гирш, 132-я пехотная. Контуженный. Не говорит. Привет. Отто Вильке. Очень рад. Отто Вильке. Отто Вильке. Отто. У меня есть для вас лекарства. Пить-то вы можете? Угу. Отто, господи. Откуда ты опять взял это жуткое пойло? Ха-ха-ха-ха. Вот так мы приветствуем новых бойцов. Крымская Мадера. Массандра. Гадость. Сладкая. Как это можно пить? Какая разница. Тащите лучше сюда ваши стаканы. Сейчас будем пить. А для вас, мой друг, будет особое обслуживание. Яблочко. Ну, за встречу. За нас. За знакомство. Не сдаваться. За здоровье. Субтитры создавал DimaTorzok Какого черта, Вильки? Что тут происходит? Давно был отбой, не так ли? Я так рад вас видеть, доктор. От всей души. Я вас вышвырну отсюда. Я вам это обещаю. И командиру в артполк напишу, поверьте мне. Яр, доктор, но зачем же портить такой замечательный праздник? У вас каждый день праздник. Бесконечный. Ну-ка, марш в постель. Все, все, мы уже уходим. Ладно, Гауптман, он неисправим. Но вы-то мне оба обещали. Вы мне слово дали. Нет. Всем спать. Сейчас же. Гутя нать. Спокойной ночи. Хороший. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пусть вам приснятся красивые женщины. Спокойной ночи. 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 Продолжение следует... Пойдем, покурим на улице, пока тут никого нет Спасибо Продолжение следует... 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты был прав, Сидорик. Столько людей сгубили, а? Как же ты прав? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На фотографии – Калтыгин с Александровой. Они что, родня? Ответь. Я сам ничего не понимаю. Тержусь. Молчать! Муховецкий, хватит пялиться. Сходи с Зоей в охранение. Берите ребят, понесли. Третья за неделю. Что ты мертвых считаешь? Не хочу меня поверять, Соня. Ну-ка, не ной. Скажи. А не вчера, как уж мне ни слуху, ни духу. Сдохнем мы тут все. Без помощи, без лекарств. Сдохнем. Хватит ныть. Прекрати. А то я сейчас доложу о паникерстве. Не переживай сейчас. Я вернусь и обработаю солодкой еще раз. Что, командир, говорите? В эвакуации не будет? Будет, будет тебе эвакуация. В эвакуации не будет. И стоять. Как нафиг. Ты что, берины обился? Оружие все положь? Живо, живо, живо. Где ты был, сволочь? Наши вон все тут. Тебя и лейтенантов нет. Они что же, наших поднемцев как скотину подставили? Говори, король, никто не ушел. А вы ушли. Можешь стрелять. Можешь стрелять. Твари. Похоронить надо? А то как-то не по-людски получается. Хорошо. Цель вашего задания? Я Рудольф Герш, опер-лейтенант. Нет, Руди, или как там тебя? Ты очень стараешься говорить на проском диалекте, но не выходит. Никак не выходит. Я обер-лейтенант. Командир саперного взвода. Первый раз для тренировки. Как ощущения? Я обер-лейтенант. Командир. Еще раз. А ну, не отключаться. Прекрасная подготовка. Ну, как ты это делаешь? Слышь? 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 Координаты партизанского отряда. Зовите свое начальство, иначе будем молчать. Вас забросили двое суток назад? Я сказал, зовите свое начальство, иначе буду молчать. Бить сильно, но кости не ломать. Это очень интересный случай. Иначе буду заходить, потому что это не делать. Так же не ваше. Ладно, надо провести свое. Ох, луку. КОНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Зачем здесь женщины и дети? Формы вам к лицу. Наши летчики предусмотрительно не разбомбили не только ваш дом, но и ваш шкаф. Мне кажется, мы привели ваш китель в идеальное состояние. Видите, вон то корыто? Оно будет ходить по фарватеру, пока не найдет свою мину. Потом новые судны. Новые люди. И вот так, думаю, в течение четырех недель мы разминируем все бухты. Данные мины на барвине среагируют. У вас не получится. Мы в курсе, но мы все предусмотрели. Вы думаете, у меня нет тактических данных по русским минам? Их разработкой руководил некогда ваш шеф Александр Васильевич Колькач. Кольчак. Так вот, видите цепи? Магнитные мины сработают на близость к металлу. Кормовые цепи заборот. Наполовину длины. Я знаю, я знаю. Тут только невиновные люди. Солдаты призваны воевать и погибать. Это их долг. Зачем нашим солдатам погибать на ваших минах? Почти у каждого есть семья, ребенок, жена. Они их тоже оплакивают. Я понимаю, что эти люди ни в чем не виноваты. Но теперь только от вас зависит жить им или умереть. Прекратите это безумие. Прекратите это безумие. Прекратите. У вас час, чтобы нанести на карты бухт Севастополя все минные заграждения. А люди на барже будут ждать, иначе мы продолжим. Я дам вам минные карты. Доктор Краузе, здравствуйте. Доктор Краузе, здравствуйте. Как лисы, все ли в порядке? Может быть, сегодня вы могли бы отпустить ее домой? У нас карантин. Мы никого не выпускаем. У нас случилось одно происшествие. Извините, я не могу сказать большего. Кому вы звонили? Краузе. Должен сказать, все-таки наша разведка работает лучше всех. Слава богу, к вечеру у нас будут карты минных заграждений. Это очень радостная новость. Что-то случилось? На вас нет лица? Нет, нет, я просто не выспалась. Вы же на самом деле не это мне хотели сказать. Мартин. Моя сестра. Я беспокоюсь за нее. Из-за партизан? Понимаю. Я могу что-либо сделать? В нашем штатном расписании есть ставка медсестры. Я уговорю доктора Краузе отпустить Лизу к нам в порт. Нужно только ваше распоряжение. Вы будете прекрасной матерью. Напечатайте текст приказа. Краузелет. Нужно только в игре. Держи. Давай. Не слишком лезко к поселку. Да не боись, мы в эфир ненадолго выйдем. Немцы даже не успеют оглянуться. И мы уйдем. Держи тебе блокнот и диктуй, а то я ничего не успеваю. Давай скорее, Вадик. Эдуард, Владимир, Андрей, Константин, а что за место для эвакуации? Вадик, времени нет, давай диктуй. Так все, давай сама. Ну чего ты над душой стоишь? Иди вон хоть с шиповника, набери в отвар. Ладно, ладно. Работой не буду мешать. Ладно, ладно. Ну, как правило. Да, ладно. Дальше. Ну же, надоем. Не боюсь. А вот я всё равно. На море. Нормально, на море. Требет, а вот я. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Товарищ комбриг. Товарищ комбриг, проснитесь. А я и не сплю. Читай, что там. Шифрограмма из отряда здесь, Костя. Просьба отсрочить эвакуацию на сутки. Что-то случилось. Срочно шифровку автоплота. Шифрограмма из отряда здесь. Там немцы. Две машины, егерей. Они нас убьют. Так, спокойно. Собираемся. Собираемся и уходим. Зоя, мы не уйдем. Прось меня тут. Что? Все будет хорошо. Мы сейчас просто встанем и уйдем. И никто, слышишь, никто нас не догонит. Все хорошо. Останемся. Давай за мной. Давай вместе. Папа, пойдем. Вадик, смотри. Мы сейчас просто медленно встаем. Просто встаем. Да, Вадик? Напереш Well Вадеж, ты что? Ты что, Вадик? Тихо, 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 тихо. Тихо. Тёплое солнце, свежий воздух, море. Фюрер не зря хочет здесь делать вторую Ниццу. Серьёзно? Да, так и сказал. Обещал проложить железную дорогу прямо от Берлина. Ты что, хочешь сюда перебраться? Почему нет? Что хорошего в моём коблинце? Дыра дырой. Моя Урсула всегда мечтала съездить в Ниццу. Здесь так хорошо. Руки вверх! Ранен я! Лечиться надо! Лифтовка ваша! Я сдаюсь! Рация! Баран, руки подними! Медленно иди сюда! Руки подними! Я шеф разведки Абвера в Крыму. Откуда у вас такой хороший немецкий? Вы немец? Нет, я русский. Но вырос в Берлине. На Лепцигер-штрассе. Лепциг-штрассе? Прекрасно. У меня там семья живёт. Как вас зовут? Меня зовут Богданов Тимур Васильевич. Старший лейтенант. Разведполк. 143-я армия. Задание? Ликвидировать капитана первого ранга Александрова. Кто обеспечивал под сколько прикрытия? Партизанский отряд дяди Костя. Настоящую фамилию я не знаю. Он знает все точки и координаты. Шифры для связи. Время выхода в эфир. Основные запасные частоты. Я могу вам только показать, где мы спрятали рацию и шифры в блокнот. Там новые коды. Показывайте. А я не знаю. Такая мощная диверсионная подготовка. Не знаете координат? Эта конспирация знает только один. Он командир. Покажете? Покажете. Покажете? Один сдался, другой нет. Можно поучиться в выдержке самообладания. Поговорите со вторым. Посмотрим, что выйдет из этой дивной комедии. Почему я должен вам верить? Я очень хочу домой, в Берлин. И вы думаете, мы сохраним вам жизнь? Сколько крови солдат и офицеров Рейха на ваших руках. Не надо, пожалуйста, я вас очень прошу. Не стреляйте, я умоляю вас, не надо, пожалуйста. После ликвидации объекта мы должны были вызвать транспорт и вместе с партизанами эвакуироваться. Вот это уже что-то. В какой точке? Сука! Тварь! Предатель! Тварь! Увлечни! Тварь, сука! Очень хорошо, Тимур. Очень хорошо. Банзо, вы очень рисковали этой провокацией с пистолетом. Я был готов. И там был всего один патрон. Если этот Богданов действительно приведет к рации, получим шифры. Хорошо. Проверьте его еще раз. Когда глаза говорят одно, язык другое, лучше верить первому. Похоже, он не врет. Да, но карты минных полей у нас есть. Если их заданием было убить Александрова, пусть Богданов его убьет. Шо за танцы, Петро? Срочная эвакуация. Зоя с Вадиком пропали. Шо? Да твою ж мать! Командир, где? Вон, на палатке. Константин Балаш. Вставай, браток. Ну? Наших всех мукуромника забили. А лейтенантов в госпиталь немцы взяли. Что? Как сам выжил, по дороге расскажешь. Сейчас помогай давай. Времени в обрез. Шо мне рассказать, ничего не хотите? Вадика твоего, я за его охрану дал. Что с ним случилось, я не знаю. Иван... Пора уходить. Значит, Вадик. Ваше. Что с ним случилось? Уходите. Уходите. Вадик. Вадик. Ваше. Вадик. 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 Сеня, Алида где? Перевязать бы. Прости, браток. Теперь я вместо Алиды перевяжу, перевяжу. А вот человек, которого вы так долго искали. Капитан первого ранга Иван Андреевич Александров. Он тоже с нами сотрудничает. Я надеюсь, теперь ты наш союзник? И я могу доверять тебе, да, Тимур? Так точно. Думаю, вам есть о чем поговорить? Говорите. Он убьет его этим графином в одну секунду. Это вы стреляли в меня, судя по всему. Если бы я стрелял, я бы не промахнулся. Жаль промахнувшегося, надо было взять чуть пониже. У нашей группы было задание уничтожить вас. Не догадываетесь, почему? Догадываюсь. Я возглавлял минирование всех портов. Ух ты. Я отказался от эвакуации. Самовольно возглавил оборону. В плен попал без сознания. Вот поэтому и пред вами. Кем вам приходится, Григорий Иванович Калтыгин? А вы что с ним знакомы лично? Я с ним знаком, он мой командир. В таком случае я сожалею, потому что это мой приемный сын. Я стал виновником того, что из-за меня его могут расстрелять. Если шифр будет у нас, мы сможем начать с русскими радиоигру. Берите шифр, блокнот и рацию. А вы сами-то по какой причине здесь? Я тоже хочу жить. Просто жить и все. А вы продолжайте предавать и живите. Кто ж вам мешает? Я так не хочу. Герл Банзен. Подойдите сюда, пожалуйста. Быстрее. Герл Банзен. Что? Считай до ста. Что ты хочешь сказать? Два коротких, один длинный. Глемотя какая-то. Что? Что считать? По моему сигналу считай до ста. Не понимаю. Сами не дойдете. Даже не пытаетесь. Развязать. Тихо, смотри. Шаг влево, шаг вправо. Да нет, я же не самоубийца. Трое вместе с ним. Вперед. Чего стоите-то? Давайте. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, пятнадцать. Стрех с потерей сознания был хорош. Кто научил? Пять? Осторожно. Я же говорю, замкните цепь. Здесь целая система. Отпусти его. Пусть покажет. Ферштанден? Понятно. Давай. У твоего товарища появился отличный шанс. А тебе ничего не останется, как сдохнуть здесь, у этой скалы. И сам сдохнешь. 72, 73. Так. 74, 80, 80, 82, 63, 84, 85. 8 осталось. Ну, 8. Просто 8. Эй, давай! Стоять! Война! Огонь! Осмотреть все вокруг. Огонь! Огонь! Рёнь! 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 Помоги! Ты же говорил, нас тоже взорвёшь! Я нас, нас тоже взорвал! Разошлись! На полторы секунды! А что, если бы я вообще не сообразил, что ты задумал? Я таких вариантов даже не рассматривал! Костя целы? Не пойму пока! А теперь нам с тобой надо молиться! Чтоб этот лаз был шире, чем твоя голова! Я комсомолец молиться не умею! Ты мне ухо чуть не отстрелил! Я же должен был подыграть! Тише, тише! Чтоб они тебе поверили! Тише! Тише! Я Александрова увидел! Вот, прямо как тебе сейчас! Почему ты не убил его? Он отец Калтыгина! Ну, сын за отцами, ответь! Понимаешь теперь, почему Григорий Иванович с нами не пошёл? Фрау Альтман, когда вы получили этот пакет? Вчера. Во второй половине дня. Данные в журнал регистрации тоже вносили вы? Вообще-то это входит в обязанности фролленд Шмидт, но... В этот день вносила я. Почему могу я узнать? Фролленд Шмидт в тот день занималась приёмкой лекарств. И я передала все данные на пропускной пункт. А журнал отнесла в канцелярию. Канцелярия на ночь закрывается? Да, обязательно. У кого хранится ключ от канцелярии? Все ключи на посту охраны. Значит, вы получили пакет и, согласно уведомлению, внесли в журнал прибытия две фамилии. Брэймера и... Как звали второго офицера? Я не помню. Может, вы вспомните? Герш. Рудольф Герш. Господин офицер, можно мне воды? Пожалуйста. Пожалуйста. Конечно. Итак, вы внесли в журнал фамилии Брэймера и Герша. Всё верно? Оформляла документы и размещала этих офицеров я. Об этом осведомлён доктор Краузел, он их осматривал. Пятеро! Их должно было быть пятеро! Я лично запрашивал данные об отправке офицеров из военно-полевого госпиталя. Итак, кто привёз эти документы? Фрау Шмидт. Маргарита Шмидт. Кто это? Моя сестра. Ваша сестра. Очень интересно. Вынужден попросить вас обеих проследовать со мной для выяснения всех деталей. Одевайтесь. На выход. Я помощник коменданта Порта. У меня срочное дело к доктору Краузел. Я же вам объясняю. Приказ никого не пропускать. Господин офицер, вы же меня знаете. К сожалению, фройлен, ничем не могу вам помочь. Господин офицер, у меня здесь работает сестра. С фронта пришло письмо от её жениха. Он ранен. Может быть, вы пошлёте кого-нибудь за ней? Это мой персонал. Я бы хотел знать, как только мы разберёмся в ситуации, ваши люди вернулись, господин Краузел. Надеюсь, это не займёт много времени. Садитесь. Прошу вас, уберите машину от шлагбаума. Освободите проезд. Быстрее. Промандалы. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Девушки отдыхают. Не похоже на партизан. Кажется, просто авария. Я знаю эту машину. Знаете? Да, это машина из порта. Фрау Альтман, посмотрите, что с водителем. Фрау Альтман, что там, фрау Альтман? Она без сознания. Лисхин. Это ваша сестра. Лиза, пожалуйста, ты умная. Ты все правильно поймешь. Лиза, я подменила листы прибытия. Лиза, мы с тобой вместе уйдем к партизанам. Лиза, пожалуйста, я тебя очень люблю, Лиза. Родители все знают. Лиза. Лиза, 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 Лиза. КОНЕЦ КОНЕЦ ПЛ Rand Уже Партизаны Тон masuknik КОНЕЦ Аів Ade Теперь наше дело найти партизан. Это дело чести. Какая численность отряда? Ну, человек семьдесят пять. Так. Следуйте за мной. Банзен. Не знаю. Возможно, этот перевещик наш шанс. Обнаружили пять трупов на дороге недалеко от госпиталя. Интендант проезжал мимо, сообщил пять минут назад. Юнгханс их вез к нам на допрос. Юнгханс не мог предполагать, что работает группа. Вы не докладываете об операции с русскими диверсантами. Полагаю, нечего докладывать. Трудно поверить, но они взорвали пещеру вместе с собой. Как ваша голова? Расскажите по дороге. Стреляли в упор из Вальтера. В этих двоих. И похоже, убитые сами подошли к стрелявшему. Они что, его знали? Не боялись опасности? Не понимаю. Такое впечатление, что водитель мотоцикла не справился с управлением. Или машина, в которую приехали нападавшие, просто скинула их с дороги. Герр Краузе, вы опознали их? Да, конечно. Это фрау Альтман и ее помощница Лиза Шмидт. Я не могу в это поверить, как это могло случиться. Это же... Найдите тех, кто это сделал. Обязательно найдем, если я пойму, почему офицер Аббера сам подошел под выстрел. Расскажите мне, кто есть кто. Это Грета Альтман из Дюссельдорфа. Мы земляки. Работаем вместе девять лет. Это Фройленд Шмидт из Кёнигсберга. Она фольксдойче. Фольксдойче? Это же она переводила Александрова. Да. Мы должны сообщить ее сестре. Она служит в порту у капитана Биссинга. Маргарита. Очень хороший человек. И, как я понимаю, Маргарита Шмидт тоже свободно говорит по-русски. Сегодня она была у вас. И я ее не видел. Нужно спросить охрану. Банзан, возникает один важный вопрос. А русские диверсанты точно погибли? Ночью ушли. Или даже с вечера. Быстро уходили. Вещи много оставили. Как думаешь, они к морю-то спустились? Что, корабль быстро подошел? Как-то странно все. Лагерь не замминирован. Следового борьбы нет. А значит, немцы сюда не приходили. Что думаешь, командир? Думаю, в порядок надо себя привезти. Доложить готовность поначалу стрельбы. Расчеты к стрельбе готовы. Выверка прицела. Выполнено. Интересно. Король в лагерь вернулся до того, как лажечников привел отряд. Думаю, да. Иначе бы сейчас на нем здесь под сосной стал. Веер сосредоточенный. Бегло. Двое. Есть. Веер сосредоточенный. Бегло. Огонь. Ложись. Точно бьют для террентов. Перезарядка. Бежим. Перезарядка. Продолжение следует... 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 Ну что, братишка, сведелись? Как легче тебе стало? Помогла тебе листочка? Ты мне лучше больше расскажи. Что мне мамке твоей передать? Что Вадя гнидой у нас оказался, да? Ну, наверное, простить тебя. А я Вадя не смогу. Тихо, тихо. Все. Все. Быстро переодеваемся, заходим с ними на корабль, подтверждаем команду, дальше поставили стопы. Давай. Живо, живо! Машина, прибавьте два узла. Мы через час должны быть на месте. Так точно. Двенадцать узлов идем. Командиры подразделений, ко мне! На борту тихо производим разведку. Под видом размещения берем под контроль все части корабля. Идеальный вариант. Заходим в ту абсесс с ничего не подозревающей командой. Если вдруг что-то пойдет не так. Так. Шарфудинов, сколько у тебя механиков? Двое. У меня один штурман есть. Лишнима никому не болтать. Как поняли? Есть. Разойдитесь. Разрешите? Спасибо, что помогаете нам. Без вашего участия многое было бы затруднено. Что ощутили липкий пот страха, это хорошо. Страх худой, помощник. Да ну что вы, это адреналин. Мои люди знают, что им нужно выжить. В отличие от вас, они планируют свою жизнь. И поэтому я им доверяю. А вам нет. Очки побери. Да, 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 очки. Очки побери. Все, носите. Давай, бегом, пошли. Пошли, пошли, ну. Бегом, бегом, бегом. О, ой, 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 ой. Продолжение следует... Рулевые! Идем на сигнал! Продолжение следует... Здравия желаю! Старший лейтенант Богданов! Капитан третьего ранга Горенко! Со мной много раненых из отряда Дяди Кости, в том числе и тяжелые. Сможем разместить? Мое судно под транспорт не предназначено, а у меня в танках горючки под завязку. Так что, можно сказать, на пороховой бочке пойдем. Да нам хоть на чем, Лизбунтапсы. Вся палуба в вашем распоряжении. Только насчет курения предупреди. Да, хорошо. Это что? Да это капитан первой ранга Александров. Он арестован. Не нужна каюта для него. Белялов, проводи. Спасибо, капитан. Пошел. Куда? На корму проходим. Король, как ты думаешь, куда Александра понесли? В каюте капитана или Старпома. В рубке больше кают нет. Ага. Дверь закрыть. Отвечайте головой. Если очнется, не надо сообщить. Есть. Так если командовый расход с этим, как быть? Лезать будем? Вместе с командой запросто. Есть. Там румпельная. Где из этих оримся? Там спокойно и выход на палубу и в машину. Давай, король, рассказывай, как затопить корабль. Что затопить? Если не захватят порт Топсе и потом высадят туда десант, только тогда народу погибнет. Давай, Сиди. Давай. Пошли, вы что? Обалделы? Кингстоны надо открыть. Где эти кингстоны? В машине. Бойцы, курить только в кулак. Мы на танке. Так точно, так точно. Мои всех пересчитали. Команда 15 человек. Оружия ни у кого нет. Четверо на мостике, остальные на баке, на камбузе. Распределите наших людей. Контролируем все помещения. И чтобы ржелюбные были. Как ушки ласковые. Сейчас вам, ребята, сухой паек выдадим. Все, что есть на камбузе. На всех, конечно, не хватит. Поделитесь. Спасибо, капитан. Материант, поднимайтесь ко мне в рубку. Кофейком угощу. Иду. Здорово, маслопупы. Здорово, пехота. Не жравши? Сколько до туапсе? К обеду, может, будем. Налетайте. Сами-то откуда будете? Под Севастополем. О, с тушенкой. Оружие-то бросайте. Нет, нет, привычные. Я уж и забыл этот вкус. Откуда у вас кофе, капитан? Тебя как зовут, лейтенант? Тимур. Вовремя у нас забрали, капитан. Еще пару дней, нам крышка. Тимур, ты мне вот что скажи, если можешь. За что арестовали Александрова? А вы что, знакомы? Дверь в дверь жили. Он к нам женой частенько на кофе приходил. Специалист от Бога, опытный командир. Честный, порядочный человек. С немцами сотрудничал. Бред какой-то. Ну, бред не бред. Моя задача его доставить. Машина, полный ход. Передай на базу, погрузка закончена. Идем полным ходом. Есть. Мятиков, надо спросить прям в порт. А то у нас есть совсем тяжелая. Дверь ж Кингстона. Машина. Давай, Сень, не тяни. Надо трубу взрывать для подачи заборной воды. Взрывать? Если бы взрывчатка была. Если бы, да кабыли. А может, пошмаляем эти гниды? Один выстрел. Немцы положат всю команду. Нам нужен стопроцентный вариант. А может, получится как-то эти трубы пробить без взрывчатки? Вода в машину хлынет, а там как пойдет. Что значит, как пойдет? Как долго корабль тонуть будет? Минут двадцать. Может, быстрее. Есть еще вариант. Захватить радиорубку и сообщить даже. Тихо. Давайте уже вешать. Кто на камне, кто пошли. Давайте уже спать, мужики. Так. Лейтенанты, команду надо предупредить. Как-то не по-человече получается. Они нас спасать пришли. А мы их на дно. Мы шо, нерви, что ли? Давайте пару часиков поспим. Утром вечера, как говорится. Мудренее. Откуда такая же пахнет? Все. Поспать. Поспишь тут. Как-то помирать скоро. Приятного. Приятного лета. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты кто? Кирюченко. Это Михалик мой второй. Из партизана? Так точно, из партизана. Нам бог капитана победать. А чего вы от него хотите? Да малость покалякать надо. Ну что, братишка, отойдешь? Идем. За оборотами следи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Э, вы кто такие? Свои, свои. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Только спокойно. Своими, свои. Корабль захвачен немецкими диверсантами. Нам надо срочно сообщить капитану. Вы кто? Лейтенанты гоним. Разведка. Нужно незаметно для немцев предупредить команду. Вы сможете? Видишь, какой тут маскарад на корабле. Через палубу не пойдем. Сейчас командир сам выйдет на связь. Добро. Ну что, командир, потащили? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бойцы, идите поешьте. Там на палубу с камбуза принесли. Никак нет на посту. Ну, раз на посту, тогда хотя бы покурить. Благодарю, товарищ Квейдор. Только не здесь. Там, на ветру. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА